В Москве прошла восьмая премия «Автодилер года», организованная аналитическим агентством «АвтоСтат» и онлайн-сервисом «Авитоавто». Дилерский бизнес сейчас в очень тяжелом состоянии находится, тем не менее премия «Автодилер года», которая в этом году уже восьмая по счету, она как бы состоит из двух частей. То есть первая часть – это то, что считает «АвтоСтат». То есть мы собираем показатели, достаточно много показателей по полному году. Вот в данном случае 2021 год взяли, обсчитываем и смотрим, какие дилеры более эффективно строят свой бизнес. И это показатель того, что эти дилеры, скорее всего, выживут. То есть когда ты строишь бизнес эффективно, получается, что ты в любой ситуации сможешь его удержать на плаву. По оценке «АвтоСтата» в 2022 году перемены ждут минимум треть из 3200 российских дилеров, которым придется, если не закрыться, то переключиться на автомобили с пробегом и сервис. Некоторые этот процесс уже начали. Например, «Панавто», взявшая приз в номинации «Маркетинг автомобилей с пробегом» в премиум-сегменте. Я думаю, что рано или поздно все проходит и это пройдет, но от того, насколько быстро это случится, зависит, наверное, в первую очередь от нас. Может быть, насколько новые какие-то бренды, которые ранее не были представлены на российском рынке, появятся у нас. То есть, в принципе, много довольно-таки путей развития. Параллельный импорт уже запущен. Пока в сфере запчастей, которые активно поехали из Арабских Эмиратов, Турции, Китая, Армении и Средней Азии. Изучают дилеры и тему параллельного импорта новых автомобилей. Без него выжить сейчас будет практически невозможно. Он однозначно будет. И мне было бы, на самом деле, очень хотелось, чтобы в него погрузились именно дилеры. Потому что клиенты будут приходить к ним. Отсутствие запчастей, оно не позволит обслужить. Поэтому параллельный импорт, он однозначно нужен. Если официальный дистрибьютор не поставляет запчастей, а конечный клиент хочет, чтобы его машина ездила, то запчасть должна поступить на рынок. Я очень надеюсь, что ряд дилеров именно окунутся в тему поставки запчастей на российский рынок по параллельному импорту. Так или иначе, в России уже есть 50 миллионов автомобилей, которые надо обслуживать. И дилеры, как самая высокоорганизованная часть отрасли, вынуждены перестраиваться на новый лад. Продолжение следует...